Сейчас один мой друг говорит по этому поводу вот как. Есть бедные люди, у которых временно есть деньги, и есть богатые люди, у которых временно денег нет. Есть бедные люди, у которых временно есть деньги, и есть богатые люди, у которых временно денег нет. То, о чем мы сейчас поговорили, первый ключ – это проактивность. Первый ключ – проактивность. Это называется проактивность. Проактивность – это твой выбор, который ты делаешь по поводу тех обстоятельств, в которых ты находишься. Это твоя система ценностей, верований и убеждений. Если ты думаешь, что «Видно, в понедельник меня мама родила», это твоя ответственность. Писание советует думать тебе, что ты силен. Писание советует думать тебе, что ты богат. Начать с ноля просто. Интереснее начать с минус 600. И почему у тебя есть сила подняться? Ты знаешь, что у тебя получится. Обстоятельства сигнализируют об обратном. Обстоятельства, они говорят совершенно другое. Люди перестают с тобой здороваться. Они говорят, что ты неудачник. И вот странные вещи происходили со мной. Просыпаешься утром – у тебя долг 600 тысяч. Реально тебя уже до этого возили в багажнике. Реально тебе сказали, что работает счетчик и тебя убьют. Ты просыпаешься утром, смотришь в окно. Зима, солнышко. Смотришь на солнышко, вздыхаешь и чувствуешь себя счастливым. Должен бред какой-то. Долги. А что там ощущения вроде как счастлив? Другие обстоятельства. Все получилось. У меня однажды все получилось. Я перешел в другое состояние. У меня появился новый статус. Я заработал много денег. Просыпаешься утром, смотришь в окошко. Счастья вроде как нет. И что по этому поводу я точно тогда для себя заметил? Счастье – это выбор. Деньги на него не влияют. Но по этому поводу знаю еще одно. Я пробовал жить и с деньгами, и без денег. И вот что точно знаю. С деньгами мне больше нравится. Реально мне нравится больше. И вот почему. У меня больше выбора. Я лучше питаюсь, быстрее перемещаюсь. Жена более счастливая. Дети учатся за границей. На счастье не влияет, но выбора больше. Поэтому это ценно. Это заслуживает того, чтобы у нас это было. Проактивность. Следующее. Этот ключ, проактивность – это ключ личностного роста. Сделайте себе пометку, что это первый ключ эффективности – личностный рост. Следующий ключ эффективности – карьера. Карьера, да? Карьера. Нарисуем два круга. Один. Второй. Внутри первого круга, вот здесь, напишем «Круг моего влияния». Вот здесь, напишем «Вне круга моего влияния». Ну, так вот. Бегло вопросы некоторые вам задам. Вопрос номер один. Глобальный порядок в стране. На сегодняшний день это круг твоего влияния? Нет. Нет. А порядок у тебя дома на кухне? Да. Да? О, хорошо, что вы это сказали. Допустим, финансовая ситуация в стране. Там, глобальный кризис в стране – это круг твоего влияния? Нет. А финансовая ситуация в своей жизни? Нет. Какие там терки между Владимиром Владимировичем и Дмитрием Анатольевичем? Это круг вашего влияния? Там наверху конфликт. А взаимоотношения в вашей семье с твоими родными и близкими? Да. Это круг, да? То есть, реально понятно, что круг, а что не круг? Да. Точно понятно? Понятно. Так вот, смотрите, что важно для себя знать? Что если ты концентрируешься на круге своего влияния, круг моего влияния, если ты концентрируешься, твое жизненное поле расширяется. Круг становится больше. И как только ты затрачиваешься на что-то, что находится вне круга твоего влияния, круг твоего влияния становится меньше. Если ты находишься в кругу своего влияния и концентрируешься на этом, твой круг расширяется. Находишься вне круга своего влияния, твой круг сужается. Другими словами, когда вы делаете вот это, ну, ну, а на что? А на что? Да, молодец. Ну, ну, а вон что? А вон что? Ага, подлец. Это вне круга вашего влияния. Смотрите, круг влияния происходит вот как. Мы вначале влияем на себя, на себя личное, на свои жизненные модели. И потом наша жизненная модель постепенно расширяется. Вначале в рамках квартиры, в которой ты живешь, да? Если ты покрутил, то уже родные и близкие замечают. Это карьера. Карьера – это круг твоего влияния. Я не знаю, чем вы занимаетесь. Что вы считаете своей карьерой? Ну, ключик активности один. Находишься в круге своего влияния, расширяешься. Выпадаешь из круга своего влияния, сиди там, где сидишь, если выпадаешь. Как только вы начнете кого-то учить, захотите искренне помогать другим людям, круг вашего влияния расширится. Круг вашего влияния расширится. Он станет большим. Пять вещей главных дает то, что ты начинаешь кого-то учить. Первое. Ты сам лучше и глубже усваиваешь материал. Любой материал. Как только ты начинаешь кого-то учить, ты сразу глубже усваиваешь материал. Второе. От того, что ты это часто повторяешь, у тебя возникает мотивация самому это делать. Ты начинаешь видеть, что ты делаешь, что не соответствует тому, что ты постоянно транслируешь. У тебя возникает здоровое желание это исправить. Второе. Третье. То, что ты начинаешь кого-то учить, дает основания для изменения моделей. Ну, например, я пришел, вам сегодня рассказываю про круг влияния, да, и потом прихожу к себе домой, в семью, и начинаю видеть, например, что что-то делаю не так. Там жена начинает со мной говорить о каких-то соседях. Я ей говорю, дорогая, слушай, что нам эти соседи? Давай поговорим о наших с тобой взаимоотношениях. Дает основания для того, чтобы сформировать, сдвигать, создавать новую модель. Третье. Что дает возможность учить? Четвертое, вернее, других людей. У вас возникает способность развить в себе эмпативное слушание, эмпатия. Эмпатия – это слушать сочувственно. Эмпатия – это слушать сочувственно. И вяжем сочувственном благословении. Продолжение следует...